Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей, это канал Опыт Чудака. И сейчас мы находимся с семьей в Адвере, в Сочи. Уже полторы недели здесь. И вот завтра поедем в Абхазию в очередной раз на экскурсию. Потому что об сны страна души, она всегда манит собой, своей красотой, своим изяществом, тайной. И вот такой какой-то самобытностью. Впервые я посещал Абхазию еще до признания Республики Россией. И сразу после признания я видел в глазах людей надежду на новую жизнь, на развитие. Все говорили, вот сейчас нас признали. У нас полностью самодостаточная республика. И сейчас мы поднимем промышленность, поднимем туризм. Все будет сейчас хорошо. Все самые тяжелые годы позади. И надежда в глазах, так скажем, и местных жителей, и как туристов с нашей стороны была надежда, что сейчас новая жизнь вдохнется в эти места. И все будет развиваться высокими темпами. И раз за разом все будет лучше и лучше здесь. Однако прошло 10 лет, и, к сожалению, мы не видим такого быстрого развития, много проблем. Были годы, когда я хотел весь свой отпуск посвятить именно поездке в Абхазию. Именно поселиться там где-нибудь в домике на берегу моря. Снять, может быть, номер и провести несколько недель именно в Абхазии. Однако в основном я ограничивался все-таки какими-то туристическими поездками. А селились мы все-таки здесь в России, на территории Сочи. И вот хотелось бы объяснить, почему. Да, конечно же, мы любим эти места, и нам нравится туда приезжать. Но если вы решили это сделать и поселиться, надо понимать, что, возможно, вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Все-таки инфраструктура, она, к сожалению, на низком уровне находится сейчас. И далеко не все улучшается. То есть есть вещи, которые даже, наоборот, становятся хуже, которые были чуть раньше получше, а теперь пришли совсем в упадок. Это, конечно же, к сожалению. Непонятно почему. Потому что вроде бы как и люди настроены что-то развивать. С другой стороны, девиз Абхазии – отдыхать, не работать. Может быть, с этим что-то связано. Не знаю, люди как-то вот живут, там местные жители как-то размеренно, не спеша. Может быть, так оно и должно быть. Ведь мы все-таки другие люди, мы не понимаем всех тонкостей абхазской души. Есть такие проблемы, как перебои с водой, со светом. Хотя электроэнергия вроде бы в Абхазии очень дешевая. Однако трансформаторы, подстанции очень старые, еще с советских времен. И, видимо, их только ремонтируют, но не все восстанавливают, не все заменяют новым оборудованием. И не выдерживают станции и вырубаются. Причем бывает, что на несколько дней. Это, конечно же, негативный фактор. И если вы находитесь на отдыхе, конечно, я думаю, что может вызвать дискомфорт и проблему. Конечно же, проводя отдых в Абхазии, кроме того, как вы будете наблюдать красивые, живописные места и красивое море, горы, вы столкнулись с тем, что людей действительно мало и не всегда это плюс. Дело в том, что если вас, например, будут обворовывать, а такое может случиться, некого будет даже позвать на помощь. Такие вещи могут быть. Сами по себе люди очень добрые, отзывчивые, приветливые. Однако преступники есть в любой стране, несмотря на народ. Поэтому плотность, видимо, вот таких людей в Абхазии сейчас завышена. Низкие зарплаты полицейских. Делают свое дело. И некоторые представители специальных служб государственных, они просто срастаются с бандитизмом и покровительствуют этому. К сожалению, это факт и данность, которую пока что приходится принимать. В некоторых местах действительно много мусора и почему-то не убираются. Но есть такие моменты, как идешь, например, по набережной. Рядышком местные жители сидят, играют в домино, в шахматы, еще что-то. Рядом лежат какие-то непонятные вещи, типа бутылки, еще что-то. И никто не хочет огурки, например, как-то вымести, это все убрать. Хотя все это отравляет жизнь и местным жителям, и туристам. Конечно же, и туристы со своей стороны не должны загаживать и так себя вести. Но дело в том, что когда ты приходишь, я извиняюсь, в какую-то помойку, и ожидать от тебя то, что ты не захочешь выбросить мусор в эту помойку, наверное, сложно. Все-таки в чистом месте будешь и меньше, и пачкать, и грязнить, чем когда действительно вокруг просто срач. При посещении Абхазии на автомобиле можно столкнуться с разводами на дороге. Это происходит довольно часто. Но зарплата ГАИшников низкая, как, в принципе, было и в России в 90-е годы. И бытуют подставы, разводы и прочее. Это не только болезнь Абхазии, это болезнь многих стран. Кстати, будет ролик на моем канале, как мы уехали на машине в Крым по Украине. И с каким разводом столкнулся лично я на дороге по Днепропетровскому. Обязательно расскажу об этом. Тоже был очень неприятный развод. Но не упомянуть этот бич, говоря об Абхазии, просто нельзя. К сожалению, качество многих ресторанов и общепитов оставляет желать лучшего. Люди часто травятся в Абхазии. И вот я встречал такое, что платишь действительно за ресторан. То есть цена такая, как в том же Адлере, как прям в хорошем ресторане. Но приходишь, там какой-то рукомойник, туалет, который не смывается. И после которого, я не знаю, руки надо мыть, наверное, с хлоркой. Потому что внешний вид этого туалета просто ужасен. Иногда просто перехочется в него заходить. Такие туалеты случаются. И причем, я говорю, в каких-то дорогих местах. Почему так? Просто непонятно. Иногда вы можете столкнуться с тем, что будут брать деньги ни за что. То, например, проходите в какую-нибудь небольшую достопримечательность. Стоит на входе человек и просит с вас какие-то символические деньги. Может быть 30, 40, может 50 рублей. Да, можно дать и пройти. В принципе, забыть об этом. Но надо понимать, что все это, конечно, неофициально. И человек просто, как Остап Бендер, собирает деньги себе в карман. Может быть с кем-то делится. Может быть с теми же правоохранительными органами. И так, это, конечно же, далеко не все проблемы и разводы и причины. Почему, например, я не проводил целиком свой отпуск именно в Абхазии. А я же только на какие-то экскурсии. Но те, кто хочет посетить Абхазию, подумайте. На самом деле, может быть и стоит снять домик где-то поблизости. Съездить просто на экскурсию. Но если хотите окунуться полностью в Абхазию, в абхазский быт. Наверное, едьте в саму Абхазию. Конечно же, это другая страна. Надо не забывать об этом. Уважать ее законы, уважать ее право на самобытность. И, возможно, местные люди именно хотят так жить. То есть, может быть, им все это нравится. Мы все равно не сможем постичь этого. Если вы приехали в эту страну, то надо ее уважать. Надо начинать с себя. Не надо разбрасывать мусор. Не надо гадить, даже если это делают другие. Вы должны понимать, что отдых в Абхазии, он отличается от отдыха во многих других странах. От Дубая отличается. Отличается от России. Отличается от Турции. Отличается от Египта. Все страны разные. И когда мы едем туда, не надо вести туда свои порядки. А понимать, что нас могут ждать и приятные впечатления, может ждать и негатив. О негативе я сейчас сказал. Будут ролики на моем канале. И вот сейчас он скоро выйдет. Именно про красивейшие места Абхазии я расскажу. О тех местах, за которые любят эту страну. Я желаю только развития, процветания этой республики. Мира, мирного неба. Чтобы все люди уважали друг друга. По крайней мере, взаимное уважение между народами должно быть. Русские и Абхазы. Мы всегда вместе. И все будет хорошо. По крайней мере, когда-нибудь, друзья.